Чарующая пластика, мощный ритм, гармония музыки и техники, артистизм. Каскады прыжков в шпагате, отличные переходы, сложные ловли предметов в движении. Амичка Анастасия Симакова уверенно выиграла золотую медаль в самой значимой номинации турнира – соревновании кандидатов в мастера спорта. Гимнастка Центра Олимпийской подготовки получила три оценки за 18 баллов за упражнения с мячом, лентой и скакалкой. В композиции с булавами все движения шли под овацию с зала. Яркая победа с общей суммой 72,150 балла. Мне больше всего нравится программа с булавами, потому что там веселая музыка, интересные упражнения, мне нравится его делать. Амичка Екатерина Пантелеева блеснула в упражнении со скакалкой. Спортсменка великолепно совместила темп, музыку и сложность элементов. Екатерина получила самую высокую оценку соревнования – 18,5 тысячных. Затем успешно выступила в композициях с мячом и лентой, завоевала серебряную награду. Мне больше всего сегодня понравилось упражнение с лентой. Я выполнила его хорошо, сделала все элементы, как запланировала. Я подтянулась в плане бросков, артистики. Очень эмоциональные выступления у меня было сегодня. Счет на сотый в соревнованиях за бронзовую медаль. Лучшие спортсменки получали право выступать на первенстве страны. Пять претенденток – гимнастки из Омска, Новосибирска и Кемерова. Яркие и сложные композиции. Спортсменка из Новосибирска Алиса Яковенко отлично выступила в упражнении с лентой. А мячка Ольга Изотова и кемеровчанка Дарья Илясова вдохновенно выполнили все сложные элементы в композициях с булавами. Получили равную оценку – 17,3 тысячных разделили бронзовую награду. Считаю, что у меня лучше было по предмету, по поворотам, по равновесиям. Остальное, ну, я амплитуду, мне на тренера сказали, стала открывать. Остальное все так же осталось, оценки стали выше. Острое соперничество в командном споре. Наши гимнастки подтвердили звание сильнейших. А мячки отличились и в многоборье, и в групповых соревнованиях. Шаг вперед сделали спортсменки из других регионов. Второе место заняли гимнастки из Кемерово. Бронзу завоевала команда Новосибирска. По словам главного судей соревнования Ирины Бирюковой, турнир вышел на более высокий уровень. Очень интересная и захватывающая борьба была. Просто после каждого вида менялась расстановка сил. Все, конечно, и тренеры, и зрители все очень поволновались. Но, слава богу, все закончилось. Была очень серьезная командная борьба. Вот прямо, что говорится, нос в нос. Такого у нас уже давно на регионе не было. То есть уровень всех команд очень сильно вырос. Все отличившиеся спортсменки выступят в финале первенства России. Турнир пройдет с 28 января по 3 февраля в Казани. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.